Хочешь заглянуть на мой каналчик? У меня есть приколы. Привет, мои адекватные и абсолютно разумные подписчики. С вами я, ваш стройный, красивый, умеющий выговаривать почти все буквы славянского алфавита, месье. Думаю, вы уже немного устали от современных игр на данном канале. Это можно понять по вашим пронзительным крикам в комментариях о том, какой я негодяй, и что пора снова поиграть во всякую игровую шушеру, что вышло хотя бы раньше 2010 года. Ведь тогда мои зрители еще барахтались у папки сами знаете где. Что ж, я, подобно иудейскому джину, исполню ваши желания. И сегодня мы начинаем рассматривать еще одну игру моего детства, которая называется Индиана Джонс и Гробница Императора. Кстати, а вы знали, что Индиана Джонс получил свой диплом археолога благодаря ВОРК 5? Теперь у тебя тоже есть шанс закончить свое учебное заведение на отлично, если, конечно, ты не хочешь оказаться сварщиком, дешевой рабочей силой или, не дай бог, админом паблика. За 13 лет своего существования компания помогла большому количеству людей с дипломными, самостоятельными, контрольными, рефератами и другими работами любой сложности. А если дедлайн горит, как сентябрь 2007-го, профессиональные специалисты из ВОРК 5 смогут сделать работу качественно и быстро? ЕСТЕСТВЕННО! Даже за 2 часа? ЕСТЕСТВЕННО! А еще Special for my зрителей действует скидка 20% по промокоду BB33. ВОРК 5! Ссылка в описании к видео. Так, ах да. Индиана Джонс и Гробница Императора. Вышла игра в 2003 году на Xbox, PlayStation 2, PC и Macintosh. Так что, ха, надеюсь, вы довольны. Игра старая! Кстати, самое ржики славное, это то, что игру делали The Collective Incorporation. Все-таки спросят, и что в этом такого? А я вам скажу, что самой первой игрой их производства является Man in Black The Game. Эй ты, окна, не двигайся. Если бы мне таким голосом что-нибудь приказали, я бы начал танцевать лезгинку и ссать на голову тому, кто это сделал. Но спешу вас успокоить, что today мы с вами не будем жрать дерьмо. О, нет-нет. Ведь сегодняшняя игра это просто чистейший... Запускаем игру. Если вы тоже проходили ее в детстве, то сейчас у вас случится пожилой археологический флэшбэк. К слову, сюжет игры происходит где-то между первым и вторым фильмом. Ставь лайк, если от храма судьбы обосрался по молодежке. Я вот глянул его, и мне потом приснилось, как тот жрец пытался вот так вот мне в жопу рукой пролезть. Ну все, Cool Story Bob закончено, можно начинать. Первая глава рассказывает нам про путешествие доктора Джонса в Цейлон, где он ищет важный артефрукт. Идол Куру Вату. Я не привереда, такой завязки мне хватит чуть более чем полностью. Ля какой. Настоящий археолог, который по ходу игры превратится в машину по раздаче в пиздак. Насчет управления никаких претензий высказать не могу. Мы бегаем, прыгаем, лазаем и т.д. Разве что иногда есть траблы с камерой, но это не критично. Не успеваем мы разобраться, че почем, как сразу же находим один из первых коллектаблсов, которые разбросаны по всей игре. Правда, их нахождение вам не принесет ничего более, кроме вопроса, а за хри оно мне, собственно говоря, надо. Первый уровень рассчитан на то, что мы разберемся с управлением и заодно чекнем наш инвентарь. Кстати, не обращайте внимания на то, что он немного кривоват. Просто я установил пару модов на большое разрешение, из-за чего отображение инвентаря чутка наекокнулось. Всего в распоряжении Индиана Джонса в каждой главе есть три основных предмета. Это револьвер, хлыст и фляжка. Первыми двумя даем в жбан, а третьим подтягиваем наше физическое и душевное здоровье. Ты только делаешь глоток. Хотя по скорости регенерации смею предположить, что внутри нее болтыхается яблочный сок из Дарк Соулса. На этом же уровне находим мачете, которым можем рубить растения и всяких хейтеров, которые лайки видосом не ставят. Контент поддерживать не хотят. Кстати, заговорили о негодяях и опа, они тут как тут. Натыкаемся на браконьеров, которым имеем полное право прописать в мерзкую рожу. И вот мы подобрались к главной сладости этой игры. Боевка. Она разнообразна, она прекрасна, а самое главное, она приносит неимоверное удовольствие. Кулаки доктора Джонса это те две вещи, которые вполне могли бы заменить оркам их богов в виде горки и морки. Потому что раздают они знатно. Хотя никто не запрещает вам использовать ваше снаряжение. И, что самое важное, окружающую среду. Да-да. Мы имеем полное право взять лопату, там какую-нибудь, и с криками. Раздать старых добрых, но вы поняли. И тут будьте осторожнее, потому что никто не запрещает сделать то же самое вашим противникам. А еще наш, инди-поша, умеет пить эстус во время бега. И вот тут внимание, даже во время перекатов. А че так можно было что ли? Полетели, уиии. Готовьтесь к тому, что тут враги будут периодически использовать орудия дальнего боя. Хотя это легко можно законтрить нашим револьвером. Поздравляю, у нас теперь драбаш. Хотя тут с пушками есть некоторая странность. Когда стреляют по нам, эти пульки наносят урона чуть больше, чем шлепок в подсрачник. А вот когда стреляем мы, то двух выстрелов хватает, чтобы затяжной прыжок из вульвы как можно скорее окончился могилой. Блин, какая же здесь хаотичная и рандомная хореография боя. Глядя на такой экшен, становится понятно, откуда черпали свое вдохновение авторы мультика «Жожа. Бизарная прописка в яро-яро кона Диуда». Верно? Джозеф Джостар. Кстати, вот вам еще один забавный факт. По выкрикам браконьеров можно понять, что они славяне. Да. Походу первая глава полностью посвящена тому, как мы ломаем ноги братьям-славянам. Но чтоб вы не были в обиде, разрабы в определенный момент ломают под нами мост. Отчего мы падаем в реку и уже там прописываем крокодилам. Говорят, что некоторые мамы пугают своих детей неким американским археологам. И если детки вместо делания домашки будут играть комплюктер, то дядя Индиана придет и отпружинит им кулаком въебал. В итоге мы добираемся до храма, обходим местную систему охраны и находим место хранения нужного нам артефакта Курувата. Правда, охраняет его какой-то поехавший чернобыльский рептилоид, которого ножом уже просто так не затыкаешь. Но мы же разумисты, да? Поэтому ловим тупое животное в лывушку. Запираем и спокойно забираем артефактик, приговаривая «Халява, ёптыть!» Правда, крокодебич врывается, но это уже не важно. Ведь я быстрее. Но потом случается твист. Вдруг, откуда ни возьмись, жопу смажь и повернись, появляются браконьеры во главе с нацистом по имени Альберт фон Бек. Лол, славяне во главе с нацистом. Расрабы, что же вы творите? Дебич хочет артефакт, но Чоковоша это архетип Индианы Джонса по Бебеевскому определению. Делает ход конем. И дальше сами смотрите. В итоге немца покромсал крокодил, браконьеры отправились к травматологу, а наш Инди ушел вместе с идолом Куру Вату. Everything went better than we expected. Далее мы видим, как главный герой улетает на самолете, где уже в спокойствии облизывает и лапает своими жадными руками этот чертов артефакт. Однако извращенство прерывают китайцы, а именно маршал Китайской Республики Кай Ти Чан и тянка по имени Мэй Инг. И пришли они к Джонсу не просто так, а с неплохим таким предложением. Мол, он должен помочь им найти гробницу какого-то императора Чина. Ведь там заныкан очень важный артефакт, нет, даже реликвия, под названием Сердце Дракона. Доктор Джонс, конечно, мажется, что ему в принципе не вперлось, но тем временем китайская тянка берет и делает «Let the idol hit the table». Индиана, конечно, словила легкое негодование с подобной борзости, но ему быстро объясняют, что на самом деле внутри идола находится первая часть зеркала снов, и что это самое зеркало и поможет найти артефакт. После столь неожиданных поворотов, нашему герою ничего не остается, кроме как согласиться на эту Рафлан китайскую авантюру, которая заключается в поисках оставшихся частей зеркала снов, с помощью которых Индиана должен будет войти в гробницу и вытащить оттуда Сердце Дракона. Хм, ну вроде бы ничего слож... Нет, вторая часть зеркала заныкана в Праге, а именно в замке, который просто битком набит немчурой. Этому и посвящена вторая глава. Нам, конечно, придется, как обычно, прописывать в бан, только в этот раз немцам, которые, судя по всему, наигрались в Dark Souls, но не в этом суть. Для начала нам надо проникнуть в замок, а именно покачаться пару раз на хлысте, словить эйфорию от избиения немца ножкой от стола из Икеи, избежать пару ловушек, почти и вуаля, мы в замке. Уже внутри мы сражаемся в эпичных перестрелках, лично расстреливаем фашиста, участвуем в народной немецкой драке на стульях и в конце концов добираемся до главной достопримечательности этой главы сраной двери с головоломками. Прежде чем начать ее разгадывать, нам надо подобрать корону Мелвина, избежать убогую газовую ловушку и призвать сатану дернув за рычаг. С этим козломордом мы будем взаимодействовать очень и очень часто. Нам надо будет периодически класть ему в руки какую-нибудь штуку, в данном случае корону, а затем, глядя на нужную нам дверь, правильно выставлять стрелочки на часах имени Павла Глобы. После чего дверь открывается, за ней мы бегаем в поисках очередного подношения, чтобы снова положить его в руки сатанюги и повторить все то, что я уже сказал. Но не думайте, что все это зря. Нет-нет. Эти головоломки мы решаем, чтобы в конце получить посраки от немецкого сверхчеловека. Убить его обычными методами не получится, потому что на наше оружие у него есть аргумент в виде врубленного гадмода. Однако все не так печально. По краям комнаты стоят раздатчики с кислой утренней мочой алкоголика после 9 мая. Склянки с этой жидкостью мы должны кидать в ублюдка до тех пор, пока он не иссохнет. В этом состоянии он рейджанет и сломает раздатчики с жижей. Эти события сгенерируют обоссанную палку, которую мы и будем лупить голубчика. Честно вам скажу, вот когда я в детстве в это играл, я очень боялся и адреналин долбил у меня по венам, потому что в этом состоянии Фронтенштейн очень жуткий и вообще неприятный тип. Благо мы его быстро кончаем и забираем вторую часть зеркала снов. Но тут внезапно нас застают врасплох немцы во главе с багнутым фонбеком, который ехидно рофлит над нами и... забирает нас в Стамбул. Суть следующей главы это приключения и флекс в Стамбуле. Фонбек еще пару раз пускает смехуечки в нашу сторону и уходит по делам. Внезапно в окно прыгает китаянка Мэй Йинг, который тоже пускает в нашу сторону пару шатейк и говорит, что немцы тоже ищут зеркало снов и что третья часть, как бы это ни было ожидаемо, находится в Стамбуле, точнее под ним. И теперь наша задача освободиться и опередить немцев в поисках. Мы освобождаемся с помощью китаяночки и тут позвольте вставить свои пять копеек и кое-что подметить. В этой главе появилась новая категория врагов. Арабы! Из этого выходит, что приключения нашего Индианы Джонса это не более чем очень странный интернациональный тур по избиению представителей разных народов. Хотя иногда это принимает очень уморительные повороты. Сейчас наша задача это найти наши пожитки, пробраться в самый разгар немецких раскопок, которые уходят очень глубоко вниз в... О боже... Водные локации, где нам придется много, очень много плавать. И как бы это не было абсурдно, но в этой главе мы опять прописываем несчастным зверушкам, в этот раз акулам. А еще тут есть немцы в подводных скафандрах, которых мы по идее должны расстреливать из найденного нами гарпуномета, но куда забавнее подплывать к ним и резать сабелькой. Представьте себе, купаетесь вы такие в вашей городской речке-вонючке, и тут к вам подплывает поехавший Индиана Джонс и начинает рубить вас шашкой. Жутко, да? Честно говоря, тут мало что подробно расписывать. Наш путь лежит в самый низ, где нам надо будет поискать сраные монетки под водой, чтобы открыть врата в храм Посейдона, где мы этому самому Посейдону подорвем пукан и проберемся в логово чертова Кракена. Кракен, блин, ты что здесь потерял? Кракатица-то этакая. Ты разве не должен там, ну это, хентайить Джека Воробья? Конечно, жалко, что мы не можем прописать Кракену с кулака и для этого приходится использовать гарпуномет, но с другой стороны, мы в итоге находим третью часть зеркала, так что пофиг. На все готовенькое прибегает китаянка и такая, че кого? Говорит нам, что на самом деле тот китайский маршал, негодяй, член Триады и работает в тандеме с германцами, а она вот нет, она молодец, служит на китайское правительство и теперь им вместе с доктором Джонсом надо в Гонконг, где они на самолете доберутся до крепости Кая. Правда, за хер нам в крепость Кая она не говорит, но главный герой как типичный мужик доверился своему члену и они отправились в путь. Глава, связанная с Гонконгом, коротка, как жизнь непривитого ребенка. Индиана чилит в китайской кафешке с Мэй Инг, как вдруг все идет по жопам. Нас находит маршал Кай, Мэй Инг получает пару пропущенных, а мы в свою очередь продолжаем наш интернациональный тур по раздаче в Ебасос. В этой главе Мудина прописывает уже китайцам. Сначала классическим, а потом модным. Я, конечно, не против такого культурного разнообразия, но что-то меня смущает мания разрабов на физическое и моральное унижение разных культур. Сначала мы давали порожить славянам, потом крокодилам, потом немцам, сверхчеловеку, потом арабам с акулами и прочим морепродуктам. А теперь вот и азиаты. Словно это не игра про путешествие Индианы Джонса, а очень извращенная форма телепередачи Орел и Решка. Как бы мы ни пытались и не торопились, но Мэй Инг опиздюливают и крадут. И тут неожиданно разрабы дают нам в помощь пацана с коляской. Игра превращается в поехавшее китайское ралли, где мы расстреливаем всех с американского ППШ, а пацан с тележкой по скорости превосходит актуальный на тот момент автопром. Правда, хоть пацан и пытается из всех сил косплеить Санника, но это не мешает немцам посадить тянку в подлодку и увезти на остров Пенглай. Но все не так плохо. У нашего кучера без коня есть лодка, на которой мы отправимся за ними следом. Дружок-пирожок доставляет нас до этого самого острова. Сейчас мы, по идее, должны найти тут систему гондол, с помощью которой мы сможем подняться высоко в горы, где расположился Маршал Кай, и у которого сейчас в лапах находится наша напарница. И честно говоря, эта глава для меня наименее любимая. Нет, тут хороший дизайн, приятная атмосфера типичной немецкой базы и нам даже дадут пару раз пошмалять из панзерфауста. Но проблема этого уровня в том, что тут раздачи с кулака сведены к минимуму. По большему счету нам тут придется стрелять, стрелять и еще раз стрелять, потому что тут все почти с огнестрелом. По немецким солдатам стреляем, по огнеметчикам стреляем, и даже, когда мы будем уже непосредственно на гондоле, нам придется отстреливаться от немецких самолетов. Ей богу, такое ощущение, что Индиана Джонс в одиночку уничтожил несколько десятков единиц воздушной техники. Ну что за мужчина? И в конечном счете мы так и добираемся до базы маршала Кая. И вот тут уже игра возвращается к своим истокам. Никаких те водных локаций, никакого огнестрела, только мы, кулаки и средневековые китайцы. После пенглай и бас нацистов эти подсрачники от азиатов словно глоток свежего воздуха. Да и мы сами тоже не прочь взять копье или арбалет, да как говорится устроить немного экшена в стиле Джеки Чана. Тем более это еще приятнее из-за того, что глава так и пропитана этой китайской атмосферой. Правда, длится глава не особо долго. В конце концов мы добираемся внутрь и видим, как маршал Кай ловит хи-хи, ха-ха, ху-ху над Мэй Инг и говорит, что сегодня ее принесут жертву некому Конг Тьену. Благо, вскоре он уходит и мы имеем возможность освободить даму. Но вдруг появляются две Жена-булдыги ииии да, дорогие мои друзья, вы все правильно поняли. Я хочу подметить, что с ними Индиана Джонс уж точно не сдерживал себя. Успокоив лупу и пупу, наш расист слэш жена-ненавистник слэш милый археолог Идиана Вжбанс почти освобождает Мэй Инг и падает в тоннель ведущий в сторону новой главы и еще больших рофлов. Скажу вам сразу, что с этого момента игра становится более контуженной. Конкретно данный уровень это сплошной спуск в темные зловещие глубины, во время которого мы еще должны уворачиваться от разнообразных ловушек. Какой б... гений сюда засунул сраные огнеметы? В конце концов мы докатываемся до дна и тут начинается кое-что интересное. Это место наполнено темными духами, которые вселяются в похороненные тут трупы и... 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 Идиана Джонсон начинает раздавать мертвецам поджопники. Еще больше абсурд в это вносит то, что нас просто закидывают этими андедами. Не, ну только представьте себе, смотрите фильм ужасов. Вдруг какая-то мертвая срака ползет по потолку и хочет откусить главному герою ноги. Но ГГ вместо того, чтобы убегать, начинает лупасить ушлепка знатными панчами. И вот вы вроде бы уже перестаете смеяться, так как ваш живот отваливается от ржей кичей. Как вдруг Индиана Джонс ведет в руки колотушку для гонга. Ладно, это конечно все смешно и замечательно, но суть данной главы на самом деле не в мертвецких оплеухах. Мы находим странную китайскую головоломку, которую не сможем решить, пока не зажжем несколько странных котлов и не лишим несколько других китайских головоломок. Эдакая азиатская многоголоволомочка. С первого раза выговорил. Но в итоге решение загадок дало свои плоды и в наши руки попало оружие под названием паченг. Пачленг. Этот необычный китайский бумеранг неплохо амортизирует от мертвецких лобешников и способен убивать этих желтых духов. Полезная вещь. Ходят слухи, что в пятницу 13 такой штукой пользуются хозяева водочных ладьков, когда пытаются отогнать ожившего Бориса Ельцина. Понимаешь. Дай бухнул. Похмелись. Ладно, шутки шутками, а у нас тут тем временем происходит китайский сатанизм. Маршал Кай вместе со своими подсосами пытается принести тяночку в жертву говнодемону Конгтьену, попутно собирая воедино зеркало снов. И все было бы хорошо, но тут случается Инбяна Бжонс, который все пускает по одному известному месту. Подсосы убегают кто куда, и вроде бы пора уже пригубить пиво пенное из фляжки, но тут наша Пэй Инг становится одержима каким-то чингисханским сатаной, и в итоге мы теперь должны дать ей пару раз поеба фейсу. Почему я не удивлен? Делается это само собой без труда, потому что, во-первых, у нас есть Паченг, а во-вторых, ну ребят, это ж Индиана Джонс, он кого угодно раком нагнет. Я вам гарантирую, что если бы он был в Мстителях, то он запросто надавал бы Танусу Тумаков его розовый фейс, отобрал бы пертачку незалежности и поставил бы в свой шкафчик с луцом. Так что освобождаем даму от одержимости, возвращаемся к нашему братану Тележкинцу и потихоньку приближаемся к финалу. Две последние главы короткие, даже очень. Для начала мы перемещаемся в гробницу императора. Да-да, наконец-то игра начала оправдывать свое название. Тут нам необходимо мать его выжить, пока Залупашка в прострации бродит по этим пыльным коридорам. Для начала мы крутим колонну и падаем в дыру, из которой нам надо вылезти и не превратиться в блинчик. Тебя я смотрю в принципе да пизды, что я чуть не сдох, да? Далее избегаем ловушки со средневековым током, который судя по всему изобрел Тесла Ли. Затем с помощью зеркала снов продвигаемся по невидимым уступам. Решаем музыкальные головоломки и что самое важно даем вносяру одержимым статуям. Пока что все очень даже по канону. Но все это не идет ни в какое сравнение с тем, что нас ждет дальше. Вдруг внезапно объявился наш старый знакомый фон Бек. Только в этот раз он сидит в расово немецком автомобиле марки Гленамес. Джонс окончательно заколебал немца из-за чего второй теперь хочет убить первого с особым цинизмом и жестокостью. И вот нас ожидает уровень в стиле той погони от тролля из игры про Генри Поршня. Кстати, чеканите мой идеальный MLG забег. Прощай фон Бек, ты был неплохим третисортным персонажем из игрушки по фильму. Не успев даже отдышаться, мы натыкаемся на портал, который ведет в преисподнюю. Конечно, тут было бы разумным не торопиться и... А, он все равно зашел туда. Да, ну ладно, кто я такой, чтобы что-то говорить. И вот она последняя глава. Как вы можете заметить, мы находимся в каком-то странном измерении, где игра пытается чуточку косплей Devil May Cry, блокируя проход дальше и бросаясь в нас врагами, которых мы должны убить, дабы продолжить путь. Быстро пробегаем этот уровень, следом за ним ехидны скачи по платформам и вуаля, находим того самого императора, на имя которого все уже давно забили болт и вынимаем у него изо рта жилет и вынимаем у него изо рта сердце дракона. Йеху, ну, тип, мишен комплит, но хей-хой-хей, а как же внезапный поворот и финальный босс-файт, а? По такому случаю просыпается трупешник императора, появляется маршал Кай и нас тем временем ожидает разборка! Тут нам надо, во-первых, выжить, а во-вторых, зарядить паченко магической силы, прыгая в разбросанные по карте порталы. Этой силой мы и дадим Каю финальный вжбан. И как бы это ни было странно, но это самый легкий финальный босс-файт из серг, который я когда-либо проходил. Мне даже толком урона не смог нанести этот криворукий дебич. Выбивая у него из рук сердца дракона, маршала съедает души жертв императора ииии все. Буквально. Далее настолько ожидает катсцена, где индиана сидит в кафешке с тянкой и тележкинцем, а затем уходит с дамой устраивать жесткий археологический крэкс-пэкс-флекс. Нам даже титров не дали в конце, сразу в меню выбросили. Вот это я понимаю. Без лишних слов как гритц. Ну что ж, вот и все, ролик уже почти закончился. Надо наверное сделать какие-то выводы и сказать финальное слово, да? Честно говоря, я не знаю зачем вообще сделал этот ролик. Да, это игра моего детства и я с удовольствием прошел ее за день. А еще мне очень было приятно рассказать вам про нее. Но самое главное, что я подчеркнул для себя из всего этого, что такие игры уже не делают. Индиана Джонс Игромница Императора это очень простая и я бы даже сказал банальная игра. Но в ней очень приятная атмосфера, музыка и что самое главное, я получил огромное удовольствие от прохождения. Почти нет таких современных игр, которые давали мне столь простой, но ценный и приятный экспириенс. Наверное, так и придется углубляться в прошлое и копаться в этом игровом старье в поисках материала, который был бы вам интересен. Так что подписывайтесь на мой канал, если вы не подписаны и ставьте лайки, если... А кого я обманываю? Вы наверное даже не досмотрели это писав щит до конца. До скорых встреч, друзья мои. Вокруг лишь рофлы прох... Субтитры сделал DimaTorzok